Добрый вечер, дорогие друзья! Продолжим с вами читать послание апостола Павла Кримлина, 13 главу, где идёт речь о отношениях человека и гражданской власти. Мы читаем с вами. Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании, делающему злое. Мы с вами некоторое время тому назад читали один из предыдущих стихов, где цитировался стих во Второзаконе. Мне отмщение и аз воздам, говорит Господь. Вот вам пояснение. Не то, что какая-то мистическая расшифровка, какие-то таинственные аналогии, а прямо простым языком, в оригинале греческим, правильно переведённом на русский. Начальник отмститель за зло, исполняя Божию волю. Он, Божий слуга, исполняет то самое отмщение, о котором говорил Моисеев во Второзаконии. Мне отмщение, говорит Господь, и начальник, носящий меч, исполнитель этого отмщения. Но меч – это меч не картонный какой-то атрибут. Вполне, опять-таки, для того времени, да, нечто вполне конкретное. Апостол пишет римлянам, римским гражданам, наказание давалось в виде чего? Отсечения головы мечом. Увы, жалко тех людей, которые совершали преступление и попадали под удар меча. Но, с другой стороны, друзья, отрезвление всем нам, о каком взаимодействии людей и власти, он говорит, «если начальник носит меч для того, чтобы наводить порядок, карать злых и защищать добрых». Ну вот, не нужно, как это сказать, затыкать себе уши и закрывать глаза, и мазать всё так розовой краской. Нет, это не розовая краска. Эта краска вполне конкретная, разноцветная. «Защита от добра и отмщение возмездия за зло». Ну куда ж деваться-то? Слово не было, как сказать. Написано, пером не вырубишь топором. Тем более мечом. Вот так учтите это, друзья, помните. Доброй вам ночи. Продолжение следует...